В Комсомольском районе сегодня большой праздник. Здесь в селе Шираута открылся новый дом культуры, который возвели в рамках регионального проекта. Какие возможности для творчества появились у местных жителей, увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Так в республике реализуется приоритетная программа «Культурная среда». У жителей села Шираута появился современный центр творчества и досуга. Этого дня здесь ждали долгие годы. Новый сельский дом культуры из нашей Рады. Разрезаем, разрезаем. Ура, скажите! Ура! Построили быстро. Весной подписали контракт, летом заложили фундамент. И вот спустя полгода в Доме культуры дают первый концерт. На сцене местные коллективы в зале «Аншлаг». Все оформление, все очень красиво так. Рады, конечно, мы рады. Значит, в деревне живет, село живет, поселение живет. И тепло, самое главное. Нам тепло надо обычно. Мы, артисты, раздеваем, все нам уютно, короче, легко. На строительство Дома культуры из бюджета региона направили порядка 15 миллионов рублей. Была приобретена не только современная аппаратура, но и музыкальные инструменты для местного ансамбля. Раньше клуб в Шираутах располагался в деревянном здании. Его признали аварийным и снесли более 20 лет назад. Все это время местные коллективы выступали в актовом зале школы. И вот теперь открывается новая страница в культурной жизни села. Новоселье празднуют не только в клубе. Глава региона вручил ключи от дома многодетной семье Маковым. В рамках национальных проектов на развитие муниципалитетов заложили многомиллионные суммы, отметил Михаил Игнатьев. С одной единственной целью делаем только для того, чтобы наши дети готовились к самореализации, чтобы были специалистами, соответствующими по компетенции. В районе с уважением относятся к своим знаменитым землякам. Преемственность поколений – еще одна немаловажная задача. В селе Старочелны Сюрбеева воздвигли памятник вице-адмиралу, фронтовику Василию Петровичу Разумову. Это инициатива его учеников, военных моряков и ветеранов флота. Он подводник, и я по случаю подводник. Он дожил до вице-адмирала, и мне довелось получить это высокое звание. То, что вы открываете памятник, позволяет быть уверены в том, что завтра будет мирное, завтра будет море не штормовое. Среди уроженцев республики немало героев, чьи судьбы – хороший пример для молодежи, отметил глава региона. У нас в республике, я просто напомню, 1678 памятников, монументов воинской славы, разных таких мест, где мы на самом деле отдаем честь, память наших уроженцев Чувашской республики. Среди уроженцев республики только два вице-адмирала и оба из Комсомольского района. В униципалитете действует сильнейшее морское братство. И в канун 75-летия победы в республике должно появиться еще немало памятников героям, фронтовикам. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.